Здравствуйте, Леонид Яковлевич. Здравствуйте. Добрый день. К сожалению, в горячих точках таких военных конфликтов на нашей планете становится больше. Тлеющие, замороженные, многолетние конфликты разгораются, к сожалению, с большей силой. Вот в Нагорном Карабахе прошли боевые действия. Ситуация в Косово всегда напряженная. И просто немыслимое, чудовищное нападение сейчас переживает Израиль. Сотни погибших, сотни гражданских в плену, тысячи раненых. Скажите, как вы считаете, вот это нападение террористической группировки Хамас на Израиль именно сейчас, вот в этот период, это случайно? В разрезе войны в Украине, да, и той фазы, которая сейчас переживает. Я не знаю, что это удобное для них время, потому что мир очень погружен в войну в Украине, очень погружен и эмоционально, и финансово, и так далее, да. И поэтому, как бы, той помощи Израилю, которая могла бы быть в мирное время, может быть, сейчас и не будет. Потому что карман не бездомный, понимаете? Кроме того, конечно, бенефициаром этой катастрофы является Путин. Потому что внимание сдвигается немножко от вас туда, на Ближний Восток, сдвигается внимание, сдвигаются, как-то сдвигаются финансовые и прочие потоки. Соединенные Штаты заявили о безусловной поддержке Израиля. Но карман-то не бездомный. Понимаете, что значит бездомный? Ну да, это значит, что они будут в Израиль давать, Израилю там деньги, там еще что-то такое, ресурсы какие-то. Но частично это может, я не знаю, но я боюсь, что это может привести к тому, что немножко меньше попадет к вам, понимаете? И это, конечно, очень выгодно Путину. И в этом смысле может быть отскоординированное действие этих выродков и наших. Да, и сейчас уже есть информация, что вагнеровцы готовили боевиков Хамас. И в частности уже это отметили и военные эксперты, что в этой страшной атаке боевики Хамас применяли новую тактику в части использования именно беспилотников. И эта тактика активно применяется российскими оккупантами в Украине, когда беспилотник несет на себе взрывчатку и сбрасывает ее и на личной составе, и на технику. Поэтому действительно есть основания говорить, что Россия имеет к этому причастность. Нет, Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы война в Израиле продолжалась как можно дольше. Как можно дольше, а не заинтересованы. Кроме того, не надо забрасывать со счетов чисто эмоциональные вещи. Среди нашего руководства огромное количество антисемитов, просто огромное, да, просто вот жидов бьют это дело. Начиная с президента, да, и министра иностранных дел. Ну, естественно. Вот, а кроме того, у них с вот этими бандитами, с Хамасом, с Талибаном, со всей этой сволочью, общее мироощущение. Знаете, если ты умный, что-то в строю не ходишь. Все должны быть в строю, должна быть жесткая иерархия, каждый должен знать свое место. Тоталитарное государство должно быть. Вот это они, этого хотят всякие там Хамасы, и этого хочет Путин. Понимаете, то есть они как бы такие ментальные союзники. И это тоже очень важно, мне кажется. Знаете, вы наверняка видели эти комментарии зет-пропагандистов. Ну, просто вот неприкрытая какая-то радость была, злорадство по поводу того, что происходит в Израиле. Я не знаю, мне кажется, если кто-то еще не понимал в Израиле, что из себя представляет Россия, мне кажется, вот эти вот комментарии абсолютно, ну, какие-то запредельные. Они должны открыть людям. Хотелось бы, чтобы они поняли, да? Но понимаете, в чем дело? Там ведь не только, ладно, зет-пропагандисты. Ну, какие-то там уроды, если там можно сказать, что уроды везде есть, там, что вы на них обращаете внимание, да? Это позиция официальной России, замечательная совершенно, прекращение огня. Это то же самое, что говорят полезные идиоты вам. Да, значит, а давайте прекратим огонь. Ну, конечно, давайте, чтобы Путин отряхнулся и пошел заново, да, конечно. Вот, то же самое сейчас предлагает Израил. Вот, но я думаю, что политика Израиля по отношению к конфликту в Украине, в войне по Украине, она определяется не тем, что там у Натаньяхова или еще у кого-то есть какие-то иллюзии относительно России. Она определяется представлением о прагматике, представлением о прагматической политике, да? Вот, а эти представления могут не измениться. Я не знаю, измениться они или нет. Хотя, конечно, в Израиле, ну, совершенно очевидно, будут какие-то тектонические подвешки внутриполитические. Тектонические. Я не понимаю, потому что осталось в своем власти правительство, которое допустило этот позор, этот право. Но вообще, пулю волк, ребята, ну, чего? Вот так вот все проиграть, потому что в истории Израиля не было такого. Не было. Никогда. Никогда. Война судного дня была тяжелой, но даже близко не стояла. Близко не стояла. Кроме того, в войне судного дня Израилю, это было 50 лет назад, Израилю противостояли регулярные армии Египта и Сирии. Какие не есть армии. А в этот раз Израилю противостоял вооруженный сброд. Бандиты. Знаете, и этим бандитам позволено было сделать то, что они сделали. И опять, может, правительство не было оставаться у власти. Ну, это, в общем, уже не моя задача. Да, да, сейчас западная пресса пишет, что это крупнейший провал израильских спецслужб за последние 50 лет. И ничего подобного не должно было произойти. Но, к сожалению, как-то, да, сейчас мы наблюдаем эти события. Кстати, я как бы не склонен здесь даже думать, наверное, что это могло стать подарком для Путина. Но просто факт. Это случилось в день его рождения. Правда? Да, да, конечно. Такая... Хотя, кто знает, да, кто знает. Знаете, может, если... Нет, ну, конечно, там, если там... Они не могли начать эту операцию на месяц раньше или на месяц позже, чтобы ему сделать приятное. Но если был вопрос, там, начать с шестого или начать с седьмого, понимаете, там, в день рождения или за день, то почему нет вообще? Собственно, давай сделаем приятное человеку. Ужас. Абсолютно. Абсолютно. И это ставит Израиль перед очень тяжелой проблемой. Не только технологической, не только военной, но и нравственной. Дело в том, что, по-видимому, неизбежна операция на территории сектора газа. Введение войск, какая-то оккупация на время, потому что народ Израиля, очевидно, требует уничтожить Хамас. Просто уничтожить, чтобы его не было. И, собственно, это уже пообещал Натаньяхов. Он сказал, мы их забьем до смерти. Это нельзя сделать с воздуха. Нужны граунд-топсы. Когда будут граунд-топсы? Ну, мало того, что всякие европейские левые начнут кричать о неправомерном применении силы, рыдать над каким-нибудь убитым ребенком и так далее. На это можно наплевать, на самом деле. Голда Мэйр говорила, что лучше получать ноты протеста, чем телеграмм-соболезнования. Я надеюсь, что так они и будут делать. Но есть моральная проблема. Понимаете, вот этим выродкам людей не жалко. Ну, совершенно наплевать. Ну, как вот нашим погромщикам в Буче. Ну, это тоже было никого не жалко, естественно. Израильский солдат не может стрелять в ребенка. Он не может стрелять в ребенка. Ну, потому что он цивилизованный солдат. Он не бандит, он солдат. А нельзя провести наземную операцию без потери седемирного населения. Ну, тут нельзя. И там погибнут дети, погибнут еще кто-то. И вот, понимаете, вот что с этим делать. И я вспомнил сегодня, было такое стихотворение Константина Симонова, по-моему, написанное прямо во время войны, по поводу убитого немца, убитого на территории Советского Союза. И он говорил, пусть исплачется не тебя, а его родившая мать. Не твоя, а его семья. Понапрасно пусть будет ждать. Вы понимаете, раз эти выродки довели до этого, раз неизбежно гибли ребенка, то пусть это будет их ребенок, а не ребенок израильский. Вот пусть будет так. И кровь этого ребенка на них. Не на израильском солдате, а на них, на этой сволочи. Так же, как кровь тех российских граждан на территории России, которые погибли и еще погибнут от ваших ударов. Понятно, что их там на несколько порядков меньше, чем погибают у вас, но все равно они есть. Это тоже живые люди. Их кровь не на том украинском солдате, который нажал кнопочку «пуск», их кровь на Путин, который это дело развязал. Но морально проблема все равно для израильтян, конечно, останется. Да, лучше бы никакие дети нигде не гибнули. Но, к сожалению, это происходит. И вы знаете, даже тут есть, мне кажется, еще риск. Случись вот эта наземная операция, которую анонсировал Женя Таньяху в секторе Газа. Да, ведь это может, наверное, и дестабилизировать ситуацию в Европе. Ведь мы знаем, что кроме того, что вышли на митинг, поддерживали действия Хамас в Тегеране, мы знаем, что в некоторых европейских столицах тоже собирались люди и поддерживали Хамас. Да, надо сказать, что численность тех, кто выходил в поддержку Израиля, была в много раз больше, чем тех, кто уходил в поддержку Хамаса. Да, но тем не менее. Тем не менее, я думаю, что, понимаете, к сожалению, это то, что сейчас происходит, и нападение Путина на вашу прекрасную страну, и вот этот маразм «Сволочь» на Ближнем Востоке, и голосование за пророссийских всяких людей в Европе, да, вот Словакия, и движение к Юану в Америке и все прочее, это признаки кризиса мировой европейской цивилизации. Вот это ее кризис, она в глубоком кризисе на самом деле, да, и Россия в этом смысле просто уже в пропасти, а некоторые к ней еще только подходят, да, и поэтому, ну, мне кажется, что люди на Западе тоже должны осознать это, и осознать, что надо менять некоторые вещи. Нельзя их вот так вот продолжать, понимаете, нельзя вот так вот считать, что, ну, там, я не знаю, знаете, они дают там, они дают убежище или там, в общем, как-то позволяют жить у себя каким-то беженцам, да, а эти беженцы вдруг выступают против вот государства. Ребята, извини. Вот, знаете, я же сейчас в Европе, да, я же должен был покинуть Россию, я в изгнании, да, вот, и у меня видно жительство в Германии. Я понимаю, что мне разрешили жить в Германии, и я должен быть благодарен за это правительству Германии. Это не моя страна. Они, рассмотрев ситуацию, мне разрешили, ребят, спасибо, но это значит, что я не имею права требовать чего-то от этого правительства. Я не имею права выступать против него. Это граждане Германии могут выступать против него, а я нет, я беженец, да. Но, понимаете, а какой-нибудь там очередной шейх устраивает целую сеть, которая там устраивает демонстрации, забастовки, там еще что-то такое, потому что им, если не нравится политика Германии, ну не нравится политика Германии, возвращайся к себе в Сирию, пожалуйста, возвращайся. Тебе разрешили, тебе разрешили, ты благодаришь, помнишься. Ну, потому что, а как иначе? А как иначе? Ну, точно так же, как наши, которые получили вид на жительство у вас в Украине, они не имеют права выходить на демонстрацию против Зеленского, например. Нет, ребят, подожди. Ты-то кто? Ты-то кто? Зеленский президент украинцев. А ты не украинец, ты беженец. Они тебе разрешили жить у себя. Скажи им спасибо и сиди тихо. Как иначе? Конечно. Но вот в Европе многие почему-то считают, что нет, вот надо их там тоже там им помогать, их там кормить и все прочее. Мне кажется, что любой беженец в Европе, который, да и у вас, и где угодно, да, который нарушил законы страны, которая его привитила, должен высылаться оттуда. Просто к чертой матери высылаться, и все. Не умеешь себя вести, вали вообще. Мы что, тебе обязаны чем-то? Нет. Да, есть такая ситуация. И, конечно, это используется всеми режимами, в частности, путинским, чтобы раскачивать ситуацию в этих странах. Все страны заполнены беженцами, поэтому, к сожалению, это работает. Хотел ваше мнение знать насчет высказывания Кадырова, который предложил отменить президентские выборы в России или оставить на них лишь одного кандидата Путина. Скажите, пожалуйста, это такая шутка, значит, так еще раз подлизался к Путину? Или действительно это может быть такой вброс, посмотреть, как люди отреагируют, и, может быть, это может стать таким сценарием Кремля на случай, если все пойдет не по плану, как это часто у них случается. Нет, 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 нет. Это, конечно, просто прогир зафиксирован. Потому что, понимаете, ну что значит, господи, что не найти там трех-четырех каких-то идиотов, которые будут якобы баллотироваться, ну что, трудно, что ли? О, по щелчку, сколько хочешь, да? Там дай им денежку маленькую, и они с удовольствием это сделают, да? Вот, так что нет, нет. Это Кадыров просто демонстрирует, какой он лояльный. Ясно. Спасибо. Спасибо вам за эту беседу, Олег Леонид Леонидович. Огромное спасибо. Да, Леонид Гозман был на нашем эфире, российский политолог. Всего хорошего вам. До свидания. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.